Здравствуйте! Вы смотрите программу Блогеры 2.0. После кадрового скандала взгляды, посты и мысли казахстанцев пристально направлены на деятельность фонда медстрахования. Набирающий обороты на этой неделе тема повально не застрахован при проверке статуса у фейсбукчан, а также приписки поликлиник в приложении Дому Мед. К слову, первые разъяснения топовые блогеры уже получили. Как теперь восстановить свой статус застрахован? Фонд медицинского страхования предлагает следующий вариант. Каждый должен оплатить просроченный месяц, но по минималке. Там получается 2125 тенге. Работодатель не сможет это сделать задним числом. Каждый работник должен сделать это самостоятельно. Только в этом случае статус застрахован будет восстановлен. Платил с начала этого года, как ИП. Недавно посмотрел, оказывается, за март пропустил и заплатил задним числом. У меня показывают, что застрахован. Очень полезная информация. Хоть и нерадостная. Тоже надо свой статус проверить. Не менее возмутительно в глазах известных блогеров выглядит и ситуация с приписками поликлиник в приложении Дому Мед. Но, как сейчас выяснили комментаторы, началась история, претендующая на попадание в топ разоблачений 2020 не в августе и не в июле. Первые скриншоты липовых посещений поликлиник сетевики выкладывали еще с мая. Но тогда все думали, что система просто ошиблась. У нас хотели украсть 75 миллионов, но не получилось. Мне позвонили из фонда социального медстрахования и разъяснили, что эти деньги, которые выявили в ходе мониторинга, они вновь направят на оплату оказанных медицинских услуг, а не приписанных. Скандал, надо сказать, выходит знатный. Что заметили, сетевики участвуют в нем пока только городские поликлиники. Республиканские центры и частные клиники в приписках не замечены. Хотя в приложении Дому Мед записи на прием их врачей тоже фиксируются. Я еще в октябре-ноябре заметила приписку. Якобы я посещала рентгенолога и какого-то хирурга. Говорила об этом участковому врачу. Дальше не пошло. Сегодня в Дому вышло оповещение, что можно смотреть свои записи. Если увидите ложные записи, то сообщайте. Ну и раз уж мы пошли по страницам популярных в Фейсбуке блогеров, то, пожалуй, остановимся на посте Ержана Есимханова, юриста с 19 тысячами подписчиков, который пишет о культуре комментирования. Абсолютно незнакомые люди приходят и начинают обсуждать внешность, семейное положение, одежду. Начинают задавать глупые, бестактные вопросы. Начинают давать дурацкие, никому не нужные советы. Лезть в душу, совать нос в чужие дела. Но это еще цветочки. Это еще безобидно. Потому что именно соцсети – место для самых отвратительных домогательств, оскорблений, преследований, отравлей, хейта. Автор удивляется тому, что подобное поведение считается нормой в социальных сетях. И более того, что те, кто подвергается таким нападкам, обязаны это терпеть. А потому блогер сравнивает, мол, в обычной жизни вряд ли такое могло бы случиться. Ну или выглядела бы дикостью. Так почему в социальных сетях эти правила работать не должны? Этика, вежливость, тактичность – смешные слова в применении к современным соцсетям. То, что они смешны, ненормально. Это надо помнить всем. Помнить каждый раз, когда вы хотите влезть в чужие дела. Задать бестактный вопрос, дать непрошенный совет. Подумать. А стал бы я делать так в отношении совершенно незнакомого человека в кафе? Если ответ нет – пройти мимо. Так должен делать каждый, кто считает себя нормальным человеком. Конечно, комментаторы не смогли не отреагировать на подобный пост утвердительно. Будем надеяться, что они себе такого в соцсетях не позволяют. Хорошее замечание для бестактных френдов. Вчера мне в личку настращились десяток подобных вопросов. И, конечно же, они остались без ответов. Правда, банить не стало. Думаю, причина развития такого рода бестактности – Инстаграм. Я подписана всего на одного популярного человека и заметила, что все лица, зарабатывающие на активности Инстаграм-странички, держат свои сторис активными. То есть снимают все происходящее с ними непрерывно. И то и дело спрашивают, что не так, что посоветуете, как думаете, а было ли с вами, а что делать и так далее и тому подобное. Привыкли люди на расстоянии выражать мнение. Всех все волнует. Соцсети создают обманное ощущение безнаказанности. В связи с этим некоторые невоспитанные личности считают вправе выдавать свое мнение, избегая при этом диалога, что называется фейс-ту-фейс и, соответственно, последствий. Я думаю, в соцсетях происходит такое от зависти. Надо на солнце найти пятна, если человек показывает успешность во всем. В общем, автор меньше яду, больше позитива и адекватности. С другой стороны, наверное, соцсети сегодня сродни психологу и выговориться, и проблемы обсудить, и зарядиться позитивом можно, кому что подходит. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии в социальных сетях. До встречи в эфире и в Казнете.